Здравствуйте дорогие друзья! В этом выпуске рассмотрим 49 полезных товаров для рыбалки, которые можно найти на просторах Алиэкспресс. Также я подарю по 500 рублей троим моим случайным подписчикам, которые поделятся этим видео в любой из социальных сетей и напишут абсолютно любой комментарий, используя слово рыбалка. Давайте начинать, будет много интересного! И начнем с универсальных плоскогубцев для рыбалки. Это одна из самых недорогих моделей, но несмотря на это они неплохо справляются со своей задачей. Доставание крючка из пасти рыбы, хорошо режут как леску, так и плетеный шнур, на кончике есть крючок, чтобы разгибать кольца, также ими удобно разжимать грузки. Эта модель имеет небольшой размер, поэтому не занимает много места в сумке, либо рыболовном ящике. Поплавок с автоматической подсечкой. На нем есть пружина, которую нужно взводить перед каждым запросом и фиксировать стопорной резинкой. При поклевке леска выскальзывает из паза и срабатывает пружина, тем самым подсекая рыбу. Опытные рыбаки навряд ли будут использовать такой поплавок. Он подойдет скорее для не очень внимательных рыбаков, когда удочка забрасывается для галочки или же когда такой оснасткой пользуется ребенок. В таких случаях его покупка вполне оправдана, так как плохая подсечка лучше чем никакой. Вместительный полужесткий чехол для спиннингов и удочек длиной до 130 см. В таких чехлах можно бережно перевозить спиннинги и удочки без съемок катушек. Сделан из прочного водостойкого материала Oxford с высокой плотностью. Очень удачная и популярная модель. Из недостатков тонкие внутренние перегородки между отделениями. Из достоинств это плотный материал, двойные швы, жесткие вставки, хорошие замки и много размеров и конфигураций на выбор. Очень популярное маховое удилище. Данная модель отличается огромным выбором размеров от 2 до 10 метров. В сложенном виде длина составляет 77 см. Продавец присылает много разных подарков и что самое главное запасные кончики. Удилище прочное, но при этом имеет легкий вес. К примеру 6 метровая модель весит всего 200 грамм. Для плотвы и карасиков будет в самый раз. Резиновые зажимы для складывания телескопических удочек. Думаю все рыбаки сталкивались с заклинившим коленом на удочке, которая не хочет складываться. Основная причина это нагрев удилища на солнце в течение дня. С помощью таких зажимов сложить удочку будет проще за счет лучшего сцепления. Либо можно использовать народную мудрость и охладить удилище водой, либо просто положить в тень. Так как основная причина заклинившего удилища это нагрев на солнце. А если знаете еще способы, делитесь в комментариях. Думаю всем будет интересно почитать. Вольфрамовая замазка или как говорят у нас мягкий свинец. Его можно использовать вместо обычных грузил. Мягкий свинец очень простой в использовании и им гораздо проще регулировать вес. Также это очень хорошее средство для огрузки поводков. Нужно просто втереть замазку в поводок и он будет гарантированно прижат к дну. Универсальные стяжки с липучкой. Копеечное, но очень полезное приобретение. Такими стяжками удобно соединять несколько колен удилища для транспортировки. Есть огромное количество цветов на выбор. Длина таких стяжек составляет 20 сантиметров, а ширина 2 сантиметра. Мини сеть с кормушкой для ловли рыбы. Снасть состоит из грузила, кормушки для прикормки и небольшого куска сетки. Сам я на такие не ловил, но часто видел как ловят другие, причем достаточно результативно. Причем ловят по-разному. Одни просто забрасывают как донку, другие ловят с поплавком. Напишите кстати, что вы думаете по поводу такой снасти. Компактный складной столик. С его помощью можно быстро организовать место для пикника на рыбалке. Сложенном состоянии занимает мало места и хранится в чехле для переноски. В разложенном виде размер столика составляет 76 на 56 сантиметров. Каркас алюминиевый, а столешница сделана из текстиля и укреплена алюминиевыми трубками. Такой походный столик выдерживает вес до 25 килограмм. Качество соответствует невысокой стоимости, но при адекватном использовании прослужит он не один год. Коробка для рыболовных снастей. Вместительная двухсторонняя коробка для хранения спиннинговых приманок, мормышек, блесен, мелких крючков и других необходимых вам снастей. Стоит не так уж и дешево, как для коробочки, но тем не менее пользуется огромной популярностью, благодаря своей прочности и хорошему качеству. Такой бокс будет надежно хранить самые ценные воблеры. Есть два цвета и два размера на выбор. Очень интересный двусторонний крючок. По заверению продавца, такая конструкция должна увеличить количество удачных подсечек. На один крюк можно нацепить, например, опарыша, а на другой кукурузу и сделать бутерброд. Сами на такие не ловил, да и в интернете информации особо нет. Заказал, буду тестировать, крючок и вправду очень интересный. Ракета для прикормки. Это приспособление для точного прикармливания точки ловли на дальних расстояниях. За счет такой обтекаемой формы она может доставить прикормку гораздо дальше и точнее. Ракета раскрывается при ударе об воду. Еще один плюс, что с ее помощью можно использовать и сыпучие прикормки, такие как распаренное зерно, горох или зерна кукурузы. Поплавки с индикатором поклевки. Внутри такого поплавка установлен маленький аккумулятор, светодиоды и датчик погружения. При поклевке он меняет цвет с зеленого на красный. Пригодится как для ночной поплавочной рыбалки, так и днем. Резкую смену цвета на красный гораздо проще заметить боковым зрением, когда отвлекся. В общем, интересный, хоть и не новый поплавок. В комплекте приходят запасные аккумуляторы и зарядное устройство, работающее от USB. Также продавец часто кладет различные подарки. В наших местных магазинах такие же поплавки продают в два раза дороже. Бюджетный плетеный шнур. Кто хоть раз задавался целью найти шнур на Алиэкспресс, должен был натыкаться на эту модель. Это очень популярный и востребованный шнур. При низкой стоимости действительно имеет заявленные характеристики. Из недостатков отмечают только то, что яркие цвета быстро вымываются. Еще один вариант посвежее для альтернативы, это шнур Каст Кинг. Также хороший недорогой шнур с большим выбором расцветок. Классическая инерционная катушка. Это легкая и практически неубиваемая катушка, которая способна прослужить очень долгое время. Данная модель катушки отлично подойдет как для поплавочных удилищ с кольцами под катушку, так и для удочек подледного лова. Сумка спиннингиста. Это функциональная и компактная сумка и хорошо подойдет для любителей береговой спиннинговой ловли. Она крепится на пояс или на плечо с помощью плечевого съемного ремня. Эргономика сумки очень хорошо продумана. Она не мешает при забросах, при этом всегда под рукой все необходимое. Данная модель пользуется большой популярностью. Изготовлена из ткани Oxford с крепкой фурнитурой. Также имеет хорошее качество швов. Простой и удобный хук кипер, либо держатель для крючка. Сделанная из ABS пластика. Крепятся к удочке с помощью эластичных колец. Огромное количество цветов на выбор и копеечная стоимость. Приходят сразу набором из 10 штук. Плюс продавец кладет дополнительные запасные резинки. У нас же такие продают по доллару за штуку. Набор сигнализаторов поклевки. Приходят в красивом футляре и помимо сигнализаторов в комплекте также приходят и свингеры. Имеют регулировку тональности, громкости и чувствительности. Корпус влагозащищенный, поэтому не боится дождя. Есть функция памяти. Световая индикация продолжает работать еще какое-то время после поклевки. Самый большой плюс этого набора, что он включает как электронные сигнализаторы, так и свингеры. Электронный сигнализатор очень хорошо привлекает внимание и не пропустит никаких поклевок. Но никакой информации о характере поклевки не даст. Как раз для этого и нужен свингер. В общем неплохой набор от уже достаточно известного производителя сигнализаторов. На Алиэкспресс есть огромное количество так называемых помогаторов, завязывания различных узлов, петель и привязывания крючков. Но по моему субъективному мнению, вот такой простенький копеечный крючок справляется с этим лучше всего. Крючки вяжутся вообще элементарно. Также его можно использовать как экстрактор. Занимает минимум места, дешево стоит и при этом максимально функциональный. Камуфляжная шляпа. Такая панама будет очень к месту на рыбалке. Широкие поля защитят от палящего солнца или дождя. Сечатые люверсы для вентиляции позволяют голове дышать и не потеть. А шейный шнурок не даст панаме слететь с головы. Неплохое качество пошива, низкая стоимость и огромное количество расцветок. Недорогая подставка для удилищ. Это ротпод для установки трех удилищ. Изготовлен из плотного алюминия, быстро раскладывается и собирается. Имеет регулировку длины и высоты. Также удобен при транспортировке, так как поставляется в чехле. Заслужил хорошие отзывы рыболов благодаря хорошему соотношению низкой цены и неплохого качества. Также продавец присылает в подарок три свингера. Эхолот для фидерной рыбалки. Он пригодится для изучения дна, чтобы легче определять перспективные места, знать на какой дистанции заклипсоваться и тем самым повысить шансы на хороший улов. Фактическая рабочая дальность до 40 метров. Хотя многие продавцы указывают гораздо больше. Данный эхолот также может показывать наличие рыбы, температуру воды, особенности рельефа и другие необходимые показатели. Из недостатков можно отметить дисплей, который плохо видно на ярком солнце. И не всегда корректные данные по наличию рыбы. В остальном же это достаточно хороший эхолот за сравнительно невысокую стоимость. Набор из десяти поплавков от одного до трех грамм. Ничего сверхъестественного. Обычные поплавки различной формы и расцветки. Главное их достоинство это дешевая стоимость. Дешевле просто не найти. Качество на троечку, но зато за такой поплавок можно абсолютно не переживать в случае обрыва. Настенный держатель для спиннингов и удилищ. Комплект состоит из двух частей и его можно крепить абсолютно в любом положении. Вертикально, горизонтально или даже на потолке. Такой кронштейн можно установить в любом подходящем помещении. Балкон, подвал, гараж или в спальню, если вы не женаты. Одна часть кронштейна удерживает рукоять спиннинга, вторая маховую часть удилища. Благодаря такому комплекту удочки и спиннинги будут в сохранности и при этом еще и будут доставлять эстетическое удовольствие. Недорогое устройство для намотки лески на шпулю. Имеет компактный размер и простую конструкцию. Также на нем есть пружина, с помощью которой можно поджать катушку с леской. Что касается качества, то встречаются небольшие заусенцы на пластике. Также присутствует запах города Сентай в провинции Хэбэй, но он быстро выветривается. В остальном же абсолютно рабочее и удобное приспособление. Тем более за такую стоимость. Удобный пучковязь для мотыля и дождевого червя. Очень удачная модель. Мотыль насаживается с помощью маленьких резиночек. В комплекте тысяча штук, а при необходимости их можно докупить. Особенность данной модели в том, что можно сразу одеть много резинок, а затем очень быстро, не теряя время, формировать сочные пучки червей на крючке. Дешевый и очень популярный пучковяз. Круглый подсак полностью сделан из нержавейки. Длина в разложенном состоянии 2,2 метра. Диаметр 40 сантиметров. Подсак немного тяжеловат. Общий вес около 500 грамм. Но зато он значительно крепче и вытягивая крупную рыбу не сломается и не согнется. Головной убор в виде зонта. Поможет спрятаться от палящего солнца или дождя. А учитывая, что на рыбалке погоду выбирать не приходится, может сильно выручить. Освобождает руки и не мешает. Подойдет под любой размер головы, так как фиксируется на голове с помощью резинки. Симпатичная камуфляжная расцветка, а из внутренней стороны он имеет солнцезащитное покрытие. Неплохие рыболовные ножницы. Выбор похожих ножниц просто огромный, но данная модель имеет ряд преимуществ. Во-первых, они складные, поэтому их можно бросить в карман, чтобы они были всегда под рукой. Либо в рыболовный ящик, не боясь, что они затупятся или испортят другие снасти. А во-вторых, они действительно острые и хорошо режут даже плетенку. Очень популярная модель. На рыбалке бывает всякое, поэтому не будет лишним побеспокоиться о безопасности своего телефона и возможно документов, особенно если рыбачи лодки. Такой чехол с ремешком на шею полностью защитит телефон от попадания влаги. С ним можно даже нырять. Действительно полезная вещь. При этом недорого стоит. Рыболовная сумка. Предназначена для хранения и переноски живца или свежепойманной рыбы. Сумка герметична внутри, поэтому не протечет и не испачкает багажник автомобиля. Для удобства на крышке сумки предусмотрено сетчатое окошко на молнии. Есть также и отверстие с клапаном для трубки компрессора. Сумка легко складывается и не занимает много места. А для удобной транспортировки предусмотрены две ручки и регулируемый плечевой ремень. Набор из 20 поводков. Поводки металлические с вертлюжком с одной стороны и застежкой с другой. С разной длиной от 15 до 30 сантиметров и тремя цветами на выбор. Серебристым, черным и зеленым. Стоимость за пучок из 20 поводков чуть больше доллара. Каких-либо сверхпоказателей прочности от них ожидать не стоит, но в целом неплохие поводки. Талия я бы хотел объединить под один номер роколовки и сетки для сушки рыбы. Роколовки продаются уже достаточно давно, дешево стоят, хорошо работают и при этом компактные в сложенном виде. Сушка для рыбы и других продуктов тоже очень классная вещь для рыбака. Она вообще не занимает места в сложенном состоянии. Защищает от мух и ее можно использовать как для рыбы, так и для любых других продуктов, которые вы хотите сушить или вялить. Такая сушка идеально подходит для балкона. Но и роколовки, и сушка почему-то в Китае стоят чуть ли не в два раза дороже, чем у нас. Почему так, в душе не представляю. Можете написать свои версии. Бюджетная, но при этом достаточно крепкая катушка для спиннинга. В ней заявлено 8 плюс 1 подшипник. И при этом они в ней действительно есть. В интернете можно найти видео с разборкой такой катушки. Фрикцион состоит из трех войлочных и трех металлических дисков. Катушка уже с коробки хорошо смазана и абсолютно не требует никаких доработок. Подойдет как для ловли хищной рыбы, так и для фидера. Колпачки на тройные крючки. Есть 5 размеров таких колпачков. Они пригодятся, чтобы избежать зацепов при транспортировке, а также чтобы не тупились крючки. Дешевый наборчик, включающий 20 колпачков. Охранная сигнализация для ваших удочек или палатки. Я и сам, к сожалению, сталкивался с воровством на рыбалке. Проснувшись рано утром в палатке, можно не досчитаться удочек или других снастей. Такая сигнализация при помощи инфракрасного датчика улавливает любые движения в радиусе 3 метров и при срабатывании начнет пищать и мигать красно-синими огнями. Она направленная и имеет угол обзора в 120 градусов. В принципе, вещь полезная, но как мне кажется, цена на нее завышена. Ретривер. Позволяет надежно закрепить рыболовные аксессуары в лодке, на жилете, ремне, рюкзаке или на другом элементе одежды. С одной стороны имеет алюминиевый карабин, с другой стороны стальное кольцо. Идеально подходит для крепления захвата липгриб, плоскогубцев и другого рыболовного инструмента. Он растягивается до 80 сантиметров и не позволит на рыбалке потерять инструмент. Полезная и недорогая вещь. ПВА-сетка. Преимущество ПВА-сетки – это прочность в сухом состоянии и свойство полностью растворяться, если опустить ее в воду. Такие сетки используют для заполнения прикормкой. Она одевается на трубку, засыпается внутрь нужное прикормка, затем необходимо завязать узел и обрезать его. Такие сетки просты в использовании, поэтому очень популярны. Недорогой и надежный карповый садок. Есть много размеров на выбор, комплектуются стойкой креплением. Первое кольцо садка алюминиевое, остальные из нержавейки. Сетка сделана из капрона зеленого цвета и покрыта латексом. На второй секции есть утяжка, которая служит для предотвращения ухода рыбы через горловину. На последнем обруче предусмотрены специальные ушки для крепления груза. Приходит вместе с защитным чехлом. Данный садок имеет хорошее качество, при этом невысокую стоимость. Инструмент для измельчения бойлов. Надежный и простой в эксплуатации. Изготовлен из прочного пластика и состоит из двух частей. Бойл помещается в одну из частей и накрывается второй частью. Размер полученной фракции будет зависеть от количества оборотов. Чем больше оборотов, тем меньше фракция. Свинцовая лента для грузил. Такая лента бывает различной ширины. На ней есть метки, которые обозначают вес. Можно сразу отмерить необходимый вес и сделать аккуратную оснастку. Легко режется обычными ножницами. Солнцезащитные очки для рыбалки с поляризационными линзами и зеркальным напылением разных цветов. Эти очки имеют защиту от ультрафиолета UV400, что означает, что они полностью убирают негативное воздействие солнечного излучения на глаза. А поляризация значительно уменьшает постоянные солнечные блики на воде. Приходят вместе с жестким защитным чехлом. Перчатки для рыбалки. Модель с двумя обрезанными пальцами. Такие перчатки защищают руки от солнечных ожогов и обветривания во время спиннинговой рыбалки. Благодаря открытым пальцам можно производить любые манипуляции со снастью, не снимая перчатки. Материал плотный, но дышащий и обладает высокой эластичностью. На внутренней стороне нанесено рельефное антискользящее покрытие для крепкого хвата удилища. Размер один, универсальный. Поэтому, если у вас большие руки, возможно стоит поискать другой вариант, так как они могут сковывать движение. Силиконовые черви с креветочным запахом. Кому-то напоминает запах корма для рыб. По размеру, как крупный мотыль, либо маленький красный червяк. Приходят в зип-пакете, фасовка по 20, 50 или 100 штук. Но сразу хочу предостеречь всех желающих ловить на них поплавочной удочкой. Клево вы не увидите. Эти приманки для наноджига или мармышинга. Окунь очень хорошо на них берет. Еще один кейс для хранения рыболовной мелочевки. Его особенность в том, что он универсальный и размер отделений можно регулировать. В нем можно хранить как воблеры и блесна, так и крючки, различные вертлюжки, карабины, грузы и прочие необходимые для рыбалки вещи. Алабамский зонтик. Данное приспособление имитирует стайку рыб. Конструкция приманки призвана имитировать стайку малька, что должно сильнее привлекать осторожного хищника и вызывать меньше опасений, чем одиночная приманка. Еще одно преимущество это то, что сразу можно использовать различные типы приманок. Как ни крути, но налобный фонарь один из самых удобных вариантов освещения при ночной рыбалке. Он полностью освобождает руки. Особенность этой модели это то, что фонарь имеет защиту IPX6. Это значит, что даже сильный ливень ему не страшен. Работает от аккумулятора 18650. Можно регулировать наклон. Есть режим направленного и рассеянного света. Блесна очень оригинальной формы. Такую блесну можно взять как подарок рыбаку или в качестве сувенира. Ее можно использовать как кубок и дарить тому из компании, кто за всю рыбалку ничего не поймал. Думаю вы заметили, что в подборке не было ни одного воблера. Для них я решил сделать отдельную текстовую мини подборку с коротким описанием. Ее вы найдете в описании под этим видео, либо же в первом закрепленном комментарии. Все воблеры из этого списка имеют неплохое качество и показывают хорошие результаты. Друзья, надеюсь проделанная мной работа не была напрасной и видео вам понравилось и вы оцените его лайком и поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Задавайте любые вопросы, я читаю абсолютно все комментарии. Удачи вам друзья и хорошего настроения. Увидимся!